Красноярск ждал гораздо более серьезного десанта белоленточников, но из известных лидеров оппозиции прибыл лишь депутат СССР Илья Пономарев. Встречали его не только сторонники. Тот человек, который сейчас находится в Кремле, назвался президентом Российской Федерации уже в третий раз. Это не означает, что это совпадает с мнением... Кто кидает? Подонок! Вот видите, собственно, уровень интеллекта наших оппонентов. Вот они, собственно, таким образом и обороняют сейчас Кремль. На Кремль из Сибири столичная несистемная оппозиция задумала пойти автопробегом. 50 городов, 14 тысяч километров. А в Москве 15 сентября состоится марш миллионов. Организаторы обещают самый массовый. По убеждению лидеров протеста, их силу нужно укрепить в регионах. Поэтому они и выбрали путь из Красноярска. Шутят, российские дороги от края и до края даже желтая калина не выдержала. А в этом пробеге они без автодублеров поедут. Илья Пономарев еще говорит об общей программе оппозиции. Но человек в белой медицинской маске снова перебивает его яйцом. Необыкновенная оперативность сотрудников местной полиции и их странная забота о нападавшем сразу насторожила красноярских активистов. Позже станет известно, парень 25 лет все-таки задержан. Но эти провокации собравшийся народ оценивает по-разному. В зависимости от отношения к власти и к оппозиции. Лишний раз показывает то, что властям невыгодно и неудобно. Что в городе происходят какие-то такие события, которые будоражат общественность. Действие мне напоминает просто действие больших руков на начале высотой. Выключили всем, кто принес яйца? Нет. Я понятия не имею, кто принес вообще яйца. Я считаю, что это была провокация со стороны Пономарева. Подобное гостеприимство от сторонников власти оппозиционеры, по их словам, ждут почти в каждом городе по пути до столицы. Красноярцы лишь задали политический тон. Что там колесо поменять, а не замахнулись поменять власть в стране. Создав единую протестную силу, оппозиция намерена всерьез заняться подготовкой новых лидеров. Будет участвовать во всех выборах, от сельских до федеральных. Есть такая шутка. Хороших людей больше, но плохие лучше организованы. На мой взгляд, идея с объединением оппозиции немножко запоздала. Впрочем, как и многое в нашей стране. Что очевидно, это то, что протестные силы яйцами уже не испугать, даже очень крутыми. Похоже, что в политической системе России происходит что-то новое. И это новое в ближайшее время удивит даже тех, кто все это затеял. Наталья Сусанина, Владимир Цуканов, СТС Прима. Новости.